Добрый день! Вчера попросили пояснить понятие, которое часто используется в связи с трауром и днями памяти наших ушедших близких, что такое Илуй Нишмат, Лейлуй Нишама. И действительно, для многих это кажется очевидным. И давайте попробуем прояснить, что это значит, чтобы это было как-то четче и яснее. Итак, человек после смерти находится в мире, который называется мир стоящих. То есть, пророк говорит, что мир наш, в котором мы живем, называется миром идущим. А мир после смерти называется миром стоящих. Что это значит? Дело в том, что в этом мире человек может продвигаться. То есть, у него есть возможность постигать, подниматься, достигать новых духовных уровней, достижений, преодолений и т.д. То есть, он может выполнять заповеди, совершенствовать свои человеческие качества, изучать Тору, и тем самым его духовный уровень повышается. Соответственно, к моменту его перехода из этого мира в мир истинный, в мир души, его душа накапливает какой-то духовный груз. И с ним он возвращается ко Всевышнему. То есть, из этого мира нельзя взять ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, как говорят наши мудрецы. Единственное, что мы можем транспортировать из этого мира – это заслуги, связанные с исполнением Торы, изучением Торы, исполнением заповедей, служением Всевышнего. Эти заслуги являются нашим багажом, ради которого мы спускаемся в этот мир. Да? Окей. Теперь так. А что получается? Получается, что человек, который достиг какого-то определенного уровня, находясь в мире душ, он больше не может продвигаться, поэтому это называется миром стоящим. Поэтому наш мир называется миром идущих, а мир душ после смерти называется миром стоящим. Тот уровень, на который человек пришел в течение своей жизни, больше он продвинуться не сможет, поскольку там нет свободы выбора, там нет условий работы, там место, которое наши мудрецы назвали дворец, в котором человек должен получать уже награду за пройденный путь в этом мире. Когда получается эта награда? Сразу после смерти или после того, когда весь мир дойдет до полного исправления? Это другой вопрос. Но по факту, чем душа занималась в этом мире, это она переносит в мир будущее и с этим остается. Так вот, оказывается, что вот это состояние, которое в том мире, не обязательно может быть статическим. То есть, динамика продвижения может сохраняться для души. Как? Она же находится в мире стоящих, если в этом мире делаются какие-либо заповеди из-за вот этой вот ушедшей уже в мир душ души. Эта душа уже покинула этот мир, закончила свой земной путь, но его родственники, близкие, желающие ему добра, как написал Раваруан Лейпштаймон, все, кто желают мне добра, пусть изучают одну главу Мишны. То есть, если мы считаем себя, что мы хотим добра для Рава Штаймона, великого человека, главы поколения, даже в этом случае мы, выучив одну главу из Мишны, делаем ему добро, какое добро, его душа поднимается. Он и так находится на высочайшем уровне. Даже для него существуют уровни духовные бесконечные, уровни познания Всевышнего, что это и есть эти духовные уровни, они бесконечны. И поэтому, поэтому даже он может от нас что-то получить. Выучив одну главу Мишны, мы поднимаем его куда-то. Почему? Потому что он закончил свой жизненный путь. Но мы, находясь в этом мире, если мы из-за него делаем какую-то заповедь, получается, что этот человек, эта душа послужила причиной выполнения заповеди, это становится для него причиной того, что в заслугу вот этой заповеди он тоже поднимается на другой духовный уровень, несмотря на то, что он уже находится в мире стоящих. И поэтому, когда вы кушаете пирожок, и вам говорят, скушай его, пожалуйста, для поднятия души, от того, что у вас поднялся вес, от того, что вы съели этот пирожок, как поднялась душа этого человека, из-за которого вы скушали этот пирожок. Тут нужно сказать так. Вы сказали благословение Всевышнему до заповедь, сказали благословение Всевышнему после заповедь. Получили силы для служения Всевышнему дальше заповедь, потому что ваши силы, которые вам дал этот пирожок ради поднятия души этого человека, они тоже как бы выразились в заповеди, который вы сделали, на основании этой энергии, которую вы получили. Получается, что действительно, съев пирожок, вы что сделали? Это была причина для исполнения как минимум двух митцвод, браха добраха после, и всех тех благословений, которые вы сделали на этой энергии. Всех, прошу прощения, митцводов, которые вы сделали на этой энергии. Поэтому эта душа служила причиной этому. То есть она тоже получает заслугу. Это и есть вкратце объяснение, что такое Лей-Люнишма для поднятия души. То есть душа может подниматься, но для этого нужно, чтобы ради неё делать заповеди в мире идущих. И тогда она получает продвижение в мире стоящих. Большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!